Технич, слава вам. Я по мелким деталям пройдусь и прошу быть очень внимательным, не перебивать. В конце я буду говорить и об исключительно важном деле, которое касается всех. Громче же сейчас. Пока такое, что приходящее. Вы помните, к нам приходили двое, отец и сын, казахи. Ему издатель Дур-Ахман, а он Нур-Султан. Он хотел летом привезти ребенка и приехал. Но я знаю эту обстановку и подумал, что его единоверцы узнали и запретили. А у них разговор-то есть короткий. Вот в плен, когда попадали русские, шурави их зовут русские, в Афганистан, пленные, им сразу предлагают, принимаешь ислам или не принимаешь. Да я христианин, так ответьте в сторону. Тут же ему голову ножом режут, остальные стоят, дрожат уже. Повели, а он плачет. Плачет, а боится и то, и то, и другое. И они говорят, ах, нехороший человек. Его ведут резать, а он плачет. Да разве же можно этот? Ты к Аллаху идешь. То есть он не верит. Это наше неверие. На казе идут. Читай, жития святых. С какой радостью они шли. Редко какой жених так встречал свою невесту. И вчера они на меня вышли. Я ни разу не позвонил, опасаясь, только из-за этого. Я бы и сходил, и побыл с ними. И оба вышли, оба в очках. Оба такие радостные. Оказывается, все время смотрят наши ролики. И изъявил желание. А что же не были-то? Ну вы же сказали, что без разрешения не приходить. Ну разрешение-то надо как-то, я говорю, получить было. И вот так получилось, как бы я его заблокировал. Очень хороший разговор. Мы записали. Я записываю. Я говорю, а вы не против, что мы все записываем, выставляем в интернет? Это я обступительное слово говорю. Я, да я наоборот, рад, что будет где-то. Ну тогда дальше. Но он на следующее воскресенье хочет прийти. Батюшка будет здесь, ему есть что-то рассказать. И такой веселый. Я говорю, а я подумал, что вам запрет. Да вы что, да кто, да как, да. Я не стал эту тему трогать, но я все время об этом думал. Потому что знаю. А которые приняли ислам, их сразу обрезали. И они там женились. Вполне довольны. Веры никакой не было. Теперь он верующий. И поэтому тут и игры никакой нет. Если он был мусторманин, а принял христианство, его обязано убить. Даже который не убивал никогда тот нож точит. Надо найти и убить. Это записано у него, как у нас в Евангелии. В любви врагов, в ней написано, уничтожь его. Самая мирная религия, ислам. Так они говорят. Но в данном случае, как говорит об этом Андрей Кураев, самое нетерпимое, враждебное по отношению к христианству. Это действительно так. К зексогенам в подушке спят. Где не взорвали, где не еще в небо. Зачем дальше трогать? Ну понятно, вам это по вашей священной книге так положено. А мы будем молиться. Будем творить любовь. И он сказал, придет. Нур Султан и Абдарахман, отец. Помолитесь. Мы по-хорошему расстались. Я уже раза три сказал. Говорю, ну давай расставаться. Да нет, еще. Ну видно, такой радостный. Видите, как. Я молился. Господь как открывает это все. Удивительно. У нас идут занятия. Три раза в неделю ведет Сергей Павлович. Я наблюдаю иногда. Не знаю, с чем это связано. И у него ошибки. А ошибки пропуск слова. Я обязан это сказать. Я молчу. Ну, иногда говорю. Он говорит. Итак, идите по горам и сели. Я говорю, в конце уже. Я мог бы так встрять. Неправильно. Там некоторые выходят. Я жду, когда кончатся все. Я говорю. Там написано не по горам Господь послал, а по городам. Это другое слово. Он знает где-то. Я же не в обиду это говорю. Союз пропускает где-то. Часто бывает. Не часто так. Ну, бывает. А я уже сижу на пальцах загибаю. Вот и четыре ошибки. Ну, не годится. Тем более, наизусть эти слова надо знать. Эти места писания часто употребляемые. Значит, я делаю вывод. В Библии эти места не открываются. Вот отец Кирилл Сахаров. Я у него был. А у него надписи. Он увидел у нас надписи. У себя сделал там в трапезной. Я посмотрел. Одна ошибка на другую. Другая. И когда дала мне слово-то, я сказал. Как так? Написали когда? На года три. За три года вас сколько собирается? 50 человек. И никто не увидел ошибку. Вы словом Божием не занимайтесь. И он это все выставил. Написал. И в русскую народную линию послал. И там на весь интернет распространили. Вот я ему сказал. Ты то ли в самом деле это. Или масоны тебя наняли так говорить. Представьте какие слова я ему говорю. На этом Берсеневском. Берсеневка Днелохоста. Крыжровником засохшем поле. Крутишь людей на одном месте. Почему вперед не движетесь? Он все так взял, перепечатал. И в эпир дает. Он живой. Он болеет. Но представьте себе. Этот человек к своему я отнесся так, как павильон. Во всем ли я не знаю. Но только то, что касается. Он дает слово. И как встретились, я поприветствовал. И он все это написал. Русская народная линия. Просто запишите его. Увидите там, как это говорит. Значит, причтение, чтобы не было. Помолитесь. Брат Сергей ведет хорошо. Все идет нормально. И люди приходят. Все довольные. Но вот этим я обеспокоен. Заботьтесь о других. Не забудьте о себе с собой. Чтобы пропадать о другим, самому не оказаться недостойным. Видеть это надо. Дальше. У нас там история нашей общины есть. И никто даже не подошел, ни разу не спросил. А дата только что прошла. 14 декабря. Ну, хоть где-то. Запишите себе. 14 декабря 1997 года здесь была первая литургия. Важное событие. Наконец-то. Но община зарегистрирована была в 1991 году. Я некоторые даты даю. Ценим мы это или не ценим. Я так про себя тихо молюсь. Господи, кто нам помог это иметь? Ну, а кто помог? Баварин Владимир Николаевич. Угодно тебе, Господи, угодно мою молитву. Прости. Помяни его. Когда он погиб, я звонил чуть не до 12 ночи. И, наконец, главный редактор «Алтаевская правда», Шевчук Ольга Николаевна. Я хотел узнать, верит он? Верил или не верил? Да, он был верующий. Был парторгом раньше. А как? Ну, он крестит ребенка или внука там показывает. Снимки есть даже. Так что, обо мне помолите, чтобы я лишнее-то не брал на себя. Я не знаю, беспокоюсь и очень благодарен. Которые живые, я их нашел, отблагодарил, а его нету. Ну, на меня говорят, вот вы по телефону, там, на вам деньги. А я это все открыто говорю. И на карту сбрасывают. Вот живете, только жрете, ничего не делаете. Мне до того смешно это. Я на карту получаю, сижу, жру, а что там я жру? Ты ко мне приди. Я когда-то записан в клуб собаководства был, еще не знал, только ознакомился. Бородистая собака, как кормить? Она говорит, что сами едите, то и ешьте. Я понял, собака сейчас еле сдохнет. Она-то думает, едят колбасу люди, там все это, сметанку. Кормить собаку, что сам ешь? Ну, пришлось маленько изменить здесь. Вот сейчас только говорили об этом, читали. И пастор думает, войдет и выйдет, и пажет, найдет. Спрашиваю, куда войдет? Войдет в церковь, примет крещение. И не будет сидеть на одном месте, на одной скамейке, а выйдет в мир и найдет себе пастбище. Вот сколько лет вы, некоторые, находитесь, кого привели, кому возвестили, так, чтобы действительно... Близко же Антихрист. Ну, придет Антихрист, тогда мы ему врежем. А один Андрей Кураев говорит, а я подойду и скажу, протяну руку и скажу, добрый день, хочу познакомиться. Сегодня еще можно что-то сказать, но дальше этого не будет. Это по-малому нас затягивает враг. А когда уже подойдет, а там ничего и нет. Люди, которые готовились к большим испытаниям, они себя исследовали и знали, что там будет. Чем угрожают? А мы от тебя все отнимем, денег не будет работать. Я давно отказался, у меня ничего нет. Разрушим то и другое. А нет, я там все бросил. Я не видел, все кончилось. Они больше ни разу не предлагали мне ничего, а мне предлагали. Не где-то первый секретарь горкома партии Барнаула. Беседу ему, он говорит, почему вы не с нами? Вы такую бы пользу принесли. В КГБ то же самое говорят. У 50-ти как я. Там молятся и молятся, чтобы только я был с ними вместе, какую бы пользу принес. Какая польза? Пользуя от Бога. У меня очень сильное давление от сатаны. Вот вы знаете, одно сказать, а другое дело составить ролик. Из моих же роликов, а у меня не два, не три, а 13 тысяч, 400 с лишним. Это наши где-то есть. И они составляют. А то сегодня ночью из Греции прикидывали там Архимандрит и прочее, там Игнатий, там еретик. Я даже не смотрю сразу, мусор сталкиваю и все. Ну здесь были, вот внезапно у нас был человек потеряю, все нормально, хорошее отношение. В один день сразу еретик, батюшка никто. Это раз никто, в первую очередь это доказательство, что я не такой, как он. И второе, если враг летует, это 100% гарантия, я на правильном пути. Но если враг тебя хвалит, ты задумайся, какую ошибку ты допустил. Ну это время войны было, и всегда так. Ну не могли же Маринеску хвалить немцы, который самый большой урон нанес, сколько там, около 100 подводных лодок остались без комплектовки моряками. Он потопил такой корабль. Там 6 с лишним тысяч утонуло только. Они не могли его хвалить. Так и здесь. День и ночь трудятся. Некоторые были даже в общине у нас, этим занимаются. И я узнал, платят деньги. Другой, я закончил университет, чтобы только свалить Лапкину. И какой? Юридический. Один, другой, в юридическом. Но самое интересное, что никто ничего не достигает. Ничего нет. Они выдумывают, я каждый раз оглядываю, с о ком они говорят. Сказали, вот врач, Бог, то другое. Все правильно сказали, но не забывайте еще один царь, а у царя-то возможности больше, и он написано, и он взыскал врачей, а не Бога. Врачей, а не Бога. Вот такая фраза. К врачам надо, но чтобы молился, и врач, и он, и надеялся. Я говорю, после 60 лет, мой совет, лишний раз не лезьте к врачам. Полезнее вам дать усыпляющий, как собакам укол, чтобы вы сдохли. Чтобы не мельтешились. И так пенсия маленькая, да еще раньше времени ушли на пенсию, дают один ущерб. Мы не нужны никому. Я не буду вам статистику выдавать, какой развод, и сколько умирает, и на сколько мужчины. Это все в интернете сегодня один толчком можно найти, посмотреть и заплакать. Вот когда нападают на людей, на что они нападают? Ну, не на внешний вид, ну, такой, как есть, а родился. По одежке, как встречают. Главное мое, вот оно, сокровище. И вот теперь нападают. Первая книга, стихо, произданная в 2002 году. Последняя в 2009. Сколько лет издавалось вот это все? Сколько? Семь лет. Переиздано вот это, только в 10-м, закончено полностью. Главный удар сейчас сюда идет. Они никакой власти не имеют. Любыми пустями что-то сделать, заблокировать. Мы развесли их худо или бедно, там, где они достанут. Библиотеки мне Ленина не взять. Исторической библиотеки Москвы не взять. Парламентской не взять. Как в Киеве тоже парламентская, национальная. Ну, 600. это, королевские библиотеки, папе подарено, там, никогда не взять. Тем более, у меня отовсюду благодарности, как-то от Рамзана Козырова, Александра Лукашенко. Благодарность. Ну, брак летует. Поэтому себе где-то запишите и узнаете. То есть, есть такая книга «Молот ведьм». Кто знает, что такое? Руку поднимите. «Молот ведьм». Так, Ваня, расскажи, что это такое? «Молот ведьм», как я слышал, это пособие для инквизиторов, которые искали ведьм. Как сказать, там описано, по каким приметам их искать, зачем, ну, как, как их выслеживать, как сжигать. Какие вопросы задавать, как колоть, как сжечь, как топить, все есть. А сегодня говорят, как? Экстремисты. Наклоны или что-то. И в одном месте позвонил Михаил Кальмаев. Книги там я хотел бы прийти посчитать. Книги Лапкина у вас есть? Да. А может прийти? Нет, нельзя. А почему? Они признаны экстремистскими, на руки не выдавать. Он говорит, позвольте директора. Она, видимо, даже директору шепнула, директору сходу. Нет, нет, нет. Эти книги не экстремистские, нет. Просто пришли из епархии и попросили для семинарии. Эти книги незаменимы, таких нет, они по ним учатся. Любыми путями. Ну, где крепкие библиотеки, он пришел, поговорил, а можно эти книги как Сталина, на него библиотекарь. Да нет, нет, я только сказал, поп сразу соскочил, ушел. То есть, ну, небольшой отпор, решились. И они стопкой стоят книги и показаны в епархии. Но читают или нет, я уже не стал. Почему? Они не мои. Я помолился во имя Бога, даровавшего мне эту возможность. Ну, согласитесь, что 38 в бумажном варианте, да еще 7 в интернетной, по 752 странице за 7 лет это нельзя сделать. Это только Бог сделал. Тоже помолитесь. И вот они меня сегодня в этот молот ведьм толкают. Эту книгу составил в 1486 году. Генрих Крамер и все это одобрил Папа Иннокентий VIII. Мои книги, я только знаю, центрские отделы придумали, или были они. Новокузнецкая, Кемеровская епархия, Тульская. Это социальные, специалисты, там доктор богословия. Дальше Дворкин, главный сектовет России. А такой специальный сектовет вообще не существует. И все это обман. Ну, Америку, там Израиль его прислали-то. И он копается и везде говорит. И здесь пытался говорить. И что интересно, стал сотрудник тогда, когда он приезжал, а собрали все силовые структуры здесь, в епархии-то. И встал майор, я даже фамилию мог бы назвать его, как мне передали бывшие там. Когда он стал меня катить что-то, тот встал и сказал, а мы Лапкина уважаем, он за пазухой камень никогда не держит. Он какой есть, такой и есть. И он сразу сел. Значит, Дворкину дали. В монастырь Адасти Киево-Печерскую лабру отправили. Но это уже выше, больше этого уже ничего нет. И, учитывая второй год, сегодня у нас 18-й, остается минимум 15 лет, они ничего не найдут. Я задал вопрос, говорю, почему они ничего не отвечают? Они что, самоубийцы что ли? Я говорю о том, как должно быть. Во свете Библии меня разбирайте. Во свете Библии. Он против монашества. Я двумя руками за монашество. Но не такое, какое вы придумали. Хорошо быть одному, заботиться о том, как угодить Господу и прочее. Об этом не просто помолитесь, а все время молитесь. Я вам рассказал, как это, что делают цели. А теперь о самом главном. В прошлое воскресенье во время богослужения я не слышал батюшка произнес слух великого господина нашего патриарха. Я слышал митрополита Сергия и подумал, как хорошо батюшка сделал, что поминает. Я не подталкиваю, не говорю. Я не расслышал. В это время я не делал заход с той стороны, чтобы снять. А потом Игорь Владимирович Дыбунов этот вопрос поднял. Батюшка его ласково, аккуратно закрыл. Но когда мы остались на занятии, батюшка обедает, мы дождались. Ну давайте занятия. Нет, подождите. Я вижу, наконец он со стола убрал. Батюшка, заходи сюда. А чего? Ну вы знаете, как было. Мне тут присутствовали кое-кто. Я говорю, объясните по этому. Было ли так? Да, было. А почему нет? Дальше. Кто видел фильм «Принц Египта»? «Принц Египта»? Хороший, поставленный, виден мультик, не картинки вырезанные где-то. И когда он там баловались, а Рамзе звать, и он там сидит отдельно. Да. Орнатес сказал, я слабое звено в этой цепи передачи наследства. Слабое звено, он понял, все теряет. Мне сейчас по интернету говорят, у вас слабое звено, это батюшка. Но после этого батюшка поехал в военный этот городок, там побыл, приехал радостный, я ни слова не говорил. Но здесь, когда беседовали, он отказался беседовать и сказал на церковно-приходском собрании. Кто к нему не собрание, церковно-приходской совет? Кто к совету относится у нас? Поднимите руку. Так, еще кто? Бальгуев и Кручина. Значит, Людмила Степановна, А поместите? Ну, Марина секретная. Если даже и не будет состоять, у нас написано даже и не будет, но желательно быть. Дальше. Я думаю, так, речь касается всех. И сделать не церковно-приходское, а общее собрание. Это просто объявить, это все же. Касается всех. Нам не надо за углом шептать. И батюшка не сказал, не записывать, и они еще не записали, но я должен подготовить вас. Молиться об этом и не приходской совет, а вся община должна быть. Вся община. То состояние, в котором вы находитесь, это может только Бог сделать. И нам не надо никаких движений делать. Это Бог так сделал, не мы. Ладно, заурбежная мы не нужна, мы ушли оттуда, туда не пойдем. Это не так. Там они делают. У нас вот свидетель, Виктор Андреевич был. Когда у них там эти совещания-то шло, даже на магнитофон не давали записывать. Я из других источников, не только тебя знаю. Не давали, когда все свои, со всего мира собранные, готовятся к признанию о актаханоническом общении и нельзя записывать. Это явно видно, что они задумали что-то. Тут не надо быть уже с актем-то полным, никаким. А дальше я им сказал. Нам-то это так ничего не дает. Мы всегда признавали благодатность Московского Пятого Архата и ходили туда, и на прощенное воскресенье. Нам не надо. Это им надо было. Но на этом они не остановятся. Они будут всасывать себя. Они обязательно разрушат все. Так и было. Вдруг раз, соединение, пять лет переходной период. А мы на месте стоим. На пять лет оставили епископа. Ифтихия. А Ифтихия-то, у меня послание его сохранилось. Буквально в ночь, на завтрашний день, и он еще послание-то посылает. Настолько хорошее послание, о предательстве, которое там есть и прочее. Не под каким видом нельзя думать, даже там проще. Документ его, за его подписью. И вдруг утром встает, он говорит, и подруга, а мне видение было откровение. И теперь, но сейчас он ушел, сейчас он на покое, только, ну, как настоятель храма, в Ишиме-то. И он выступает в интернете. Под каждым словом можно подписаться. И он эти, архиереев называет, антихристы, патриарши. Они только одна жадность, и все рвут и рвут, деньги, деньги, деньги. Да где Христос заповедовал быть такими-то? Антихристы, прям кричит. Один епископ, на покое. Вот и думай как, не ставь никакой крест. А дальше они начали тягивать. Вот как-то в мире все так устроено. Бог делает так. Часть справедливости на земле. А когда полная несправедливость, тогда на суд Божий это все идет. Нечестивец. Все у него было, все есть. И нечестивец. Это книга Иова написана. И пришли друзья его, и они начали обвинять. Еще мало Бог тебя наказал, если кое-какие делишки ты открыл, то-то-то. И он тогда без придыхания стал разговаривать с Богом. Выходим на суд, Господи, выходи. Я с Богом хочу судиться. Я выйду прав. Вы считайте книгу Иова. Как было? А когда Бог заговорил, он... Я говорил. Однажды. Рот закрыл. Молчу. Все. С Богом судиться. Значит допекли. И кто те, которые назывались его друзьями. Вот у нас сейчас та же самая ситуация, а мы к этому подыгрываем. Поминать никто нигде не заставлял. Даже когда уже соединились, и тогда не было. Есть там Австралии, которые полностью подчинились этому синоду своему. Все так же, но не поминающую. Целые епархии. Патриархия ответила, ну это не важно. Еще патриарху, вот мы сейчас скажем, я за патриарха, или произнесу. Да во всех монастырях его поминают. Зачем тебе это нужно? Зачем? А какую роль играет? И роль-то не нам играет, а они. Если ты поминаешь, значит ты нам под контролем, и мы с тобой что хочешь сделаем. Мы абсолютно неуязвимы. Они на меня, ну как говорится, лают. Как протопол Абахмут, и я лаял на них. Все понятно. А сделать еще не могут. Они не могут меня ни отлучить, ни батюшку запретить. А когда стали вот это делать, то они там в объединении, тогда батюшка крестит, им надо миром помазать. Мир отдайте, батюшка, я у вас и не брал его. Я когда уезжал в синоде, я вот так вот стою, руки опустил, а митрополит, этот Виталий, берет антиминс, меня антиминс, это без чего нельзя служить, с мощами святого. Второе, там сколько на меня навешивает, их не найти ничего, но тоненькое, на материи-то где-то. А дальше мира, все остальное, я привез. Можно было стоп приходов открыть. Батюшка легко, говорится, ответил, и они на этом, значит, чуть не на рукавники тянули с него, чтобы он не мог служить. А потом, вот теперь все, литургия у вас недействительная, у вас никого нету. Позвольте, а разве от этого зависит, что там они политикарствуют сидят, и в это время Бог отнимает благодать, и ты не спасешься. Вот безбожники говорят, с деревянными мозгами, говорят, сожарлены железкой вместо сердца. Потом, но они бьют подряд всех. И Бог услышал эти молитвы, мы, как было здесь, нападали, а теперь Бог дал такого митрополита. Усильте буквально молитву, никогда не забывайте, говорят, засовывался там митрополит Сергий. Я ему сказал, только бы за очередь нас не разучили. Он вот так руки поставил, смотри, стучит, сатана, рогами, копытами, а сам смеется. Они еще не могут сделать. Им теперь надо его еретиком представить. Расход. То есть они ни перед чем не останавливаются. Ему сообщили, Москва сообщает, никакой реакции. Они тогда обратились в Новосибирске, там, или не, Ильонского, какой-то сектантский такой, миссионерский отдел. Ну, явное дело, что они против. Ничего не отвечают. Почему? Хотя обо мне, полностью доклад, на международных там их чтениях, года три назад было, какой-то, я знаю, кто там написал, священник один где-то. И эти не отвечают ничего. Говорят, да, ответим, но не день, то есть Бог наложил свою руку, и ни один, кому закроют, никто не откроет. Я говорю, нам есть за что Бога славить. Мы поминаем, у меня нет дня, чтобы я за патриарха не молился. Но здесь нельзя. Нельзя. Они сразу же, все, 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 вы перешли в Московскую патриарху, все перешли, как маленькие ребятишки. Нет, так не делается. Они даже на то, не надо заявление писать, ничего, только перейти. Перейти, и завтра захлопнется. Ничего у нас не будет. Все, что только может достичь, все разрушат. Почему? А мы их знаем. Самое главное, что они не держат слова своего. Вот чего больше всего, боятся. Сегодня сказали, завтра утром, и явление было, а против явления, куда я пойду? Что за явление? Откуда? Введение. Введение. То есть, приготовьтесь к этому. И батюшка был, когда уезжал, и вот здесь он беседовал. Ну, я не буду больше этого делать. Он дал слово, не буду. Но мы должны оповестить. Батюшка, тебе это не надо. Ты вот ездишь каждый год по России не на благовестие, и вот этим пропитался там. А он дался, нынешне дали удостоверение, что батюшка ни на отлучении, ни под судом не состоит. И обо мне характеристику, что имеет общение через нашу... Все так правильно написал. признаю патриархию, признаю патриархию, потому что к нам приезжает со священником, митрополит молится, и батюшки, и все. Теперь он уже там, то есть, играет. Играет. Или нарочно, или на самом деле. Никак. Мой наказ, завещание я даю, первое, самое первое, что никогда, ни по каких изменениях, ни при каком ветре туда не заходить. Наш путь золотой, самый правильный. Мы не трогались места, мы их совершенно не задевали никак, мы все сказали, мы примем то, что скажут. Мы приняли. А дальше это они уже из-под сукна теперь вытаскивают новых и новых, это из табакерки. Оттуда выскакивают. А теперь давайте обвинение. Мы против, сказали, это смерть. А других туда направляете. Худо или бедно, я 55 лет направляю туда людей. Что вам еще надо? Но нам нельзя туда, мы другие, мы совершенно другие. Они никогда не простят мне этих книг. Они никогда не простят то, что сказано было. То, что в интернете стоит. Никогда. При одном звуке о нас их в обморок, говорится, бросает дрожь. И то положение, в котором мы находимся, мы молимся о них. Я молюсь за Папу, но это не означает из-за того, Венедикта ушел, что ежедневно за него молюсь. Мне повеление Бог дал. Молиться за друзей, за врагов. За врагов, а этот мне и не враг. Но если я молюсь за католиков, это не означает, что Папу должен я поминать в храме. В храме никого нельзя. Почему? Мы никакого значения можем не отдавать. Епископ есть, мы знаем. А вот этот умрет, умрет на его место, изберут другое, нам разница никакой. Нам нужно сидеть тихо, и в этом сила наша сидеть на месте. Ваша сила в этом Писании говорит. Не надо никуда двигаться. Надписи эти наши все сорвут сразу. Даже внешне, что у нас есть, это не будет. Берите наши вонючие, там красные, зеленые свечи. Это все прекратится. А у нас не ходили, с тарелкой ни разу за 27 лет по храму не ходили. Святая десятина все ставит на место. И кочегар получает, и крышу перекроет, и поехать есть на что. Святая десятина установлена Богом. Иоанн Затарус говорит так, в Новом Завете Бог не устанавливает. А почему? А если ваша праведность не превышит их праведность, книжка, парисеев, не уявите царство Божие. Вы должны давать, но не меньше десятины. Смысл говорит, вот в чем. А зачем поминать-то? В Новом Завете написано не про бороду, не то, что народной матери нельзя жениться. А в Тарелевском Завете было написано, что касается плоти, Господь ничего не изменил. Все так же остается у женщины, так же и у мужчины. Но только более строго. Той вольности уже нету, когда четыре жены могли быть, и он патриархом числится. Это Иоанн Златовус подробно об этом все говорит. Приготовиться. И кто у нас тут, кто заявит, когда батюшка приедет, это уже он сам сказал, Сокровно-приходской совет, чтобы присутствовали все. Речь касается всех. У нас были люди ушли. Ну, смотришь, и за чего одна? А нет теплого туалета. Ну, какая же это причина-то уйти? Теплого туалета. Сейчас половина мороза нет. У нас тогда было 43-45 градусов. Морозу. И мы никогда не видели, когда мама ходит. А идти некуда, только на улицу. И 12 детей еще родила. Ну, не надо этим играть-то. Другие боялись, чтобы его не снимали где-то. Почему? Президента снимают, патриарха везде снимают. И что интересно, храм Христа Спасителя круглосуточно, под присмотром, и что внутри. Я сейчас, ну, и гляжу, литургия там идет, что сейчас выходят как... Сегодня это все открыто. Прячутся те, где темно. Вчера я вот этого Абдурахмана удивил. Я говорю, а можно? Какой разговор? Да, конечно, можно. Я хочу этого. Как на душе легко делается и радостно. Молитесь о нем. Я говорю о том, что касается каждого. Я бы, конечно, хотел знать, кто не будет молиться об этом. Тем более, семикратно в день попутно спрошу. Кто в неделю молился, не пропустив дня ни одного, семикратно в день? Опять одна. Не получится. Нет. Сестры, не обязательно же кланяться, хотя не можешь, у тебя там... Просто перебираем, молитву так, четко возьмите. Получается пять раз, это самое. Ну да, пять раз. Пять раз. Субботу нет, воскресенья нет, потому что мы в храме. Семи не получается. Семь раз в неделю. Субботу и воскресенье пять раз в неделю. Не менее семи раз. Это минимум. Ниже этого уже не считая утренней и вечерней молитвы. И молитесь о том, о чем я сейчас сказал. Не надо обижаться на что-то. В одном месте мы ходили, кажется, Трубочево, село было, и одна бабушка вышла, я говорил об этом, ну так, я подаю Евангелие, а кто вы будете, а видно, что ветхое. Я говорю, баба, а сколько вам лет? А тебе сколько? Ну, я тогда был, сколько, 72. Да ты сопляк еще. Она так наградила меня, ой, я так обрал сопляк, значит, нормально все у меня, и желудок работает, и сердце колотится. Я говорю, баба, как ты здорово сказала. А ведь, можно из этого слова так, а ты сама-то распустила и так дальше. это не годится. Не надо ничего отмечать, как бы нас ни назвали, ты помни, хуже мы, чем мы нас назвали. А немного, многое, Господь говорит, я еще сокрыл, еще этого не видит. Мы должны просто это увидеть. И, вот вчера ко мне заходит один, он все, мусульманин, крылья, а выйти из природы своей, прежде, никак не может. Я говорю, ты где находишься? В Италии. Крещение принял, с троекратным погружением. Я не могу, у меня такое злопомнение, вот они против Христа, я прям его, башку ему сонос. Вот там на Челак, он за оборуде говорит, я его сразу так, заехал по морде и все. Я говорю, Ян Затаус говорит так, злопомнение уподобляет дьяволу. Это особенно сильно у старообрядцев, они ничего не прощают. 363 года назад там Никон сделал, ну уже другое поколение, уже с немцами помирились, фашизм ушел, коммунизм на свалке. Ну, нам что теперь делить-то с немцами-то, такими хорошими людьми, которые все точно такие умницы. Нет, ну все, ну не коньянин. Ну не надо это. Тебе сделали не так, где-то обидели, может, чем-то, а я его, ну и дальше. У нас потеряю, есть. За все лето ни разу не пришел. Почему? В храм Игнатий ходит. На занятия почему? А Игнатий. А теперь занятия идут, ходят? Нет, не ходят. Причина. Да какой же ты верующий, если присутствие человека, который тебя не трогает, тебя никак его не трогает, и он ноги не ложит. Почему? Я там. Это злопомнение. Уподобляй дьяволу. Дьявол не может Богу простить, что он его и знал. Вы просто запоминайте эти изречения, которые я говорю, это Ян Златоуст говорит. Злопомнение уподобляй дьяволу. Один раз тебя обидели, вот такое где-то в школе было, вот учительница другую будут, дети мои пойдут на это. А на это значит они не пойдут. Директор вызывает и смотрит. Как примирить? Да она когда-то сказала там, и сказала там, ну правильно, как тебя воспитали-то дурно-то, и старших не уважаешь ничего. Все, в школу ходить не будут. Я сижу рядом. Рядом сижу. Это 68-я школа. Товарищ Виктор, учитель. Девчонка сидит. Он говорит, ну вот ты смотри, вот как я. Она сидит, слушает, опустила смиренно голову. А он и говорит, вот у матери-то теперь на сердце как быть, я обязан ей сказать, что ты пропускаешь. Как она взыграла на него, на директора сразу. Мать мою, не трожьте! Это блатная уже все. У них все, мать родную, не забуду. А мать, теперь одна, вон здесь сидит. Ну, одна дома пишет, без тебя я уже не могу. А мать-то прочитала? Без тебя не могу. Я не поняла, то что у тебя? Мозгов не хватает своих, или ремня? Чего тебе не хватает? Мать живо расшифровала ее. Чего ей не хватает? А девчонке 13 лет. Она же на свет не хочет смотреть. Научитесь разговаривать со всеми. Если против что-то, ну, кротко воззвать Богу сначала про себя. О чем я говорю, вопрос очень серьезный. Нам ничего не надо добавлять. Они приезжают, митрополит, возглашают патриарха, святейшего великого господина. Он у нас не был господином ни дня, и тем более великий, и тем более для нас. Мы столько всего знаем. И мы молчим уже. Все, все сказано. И он не может быть у нас господином, потому что у нас совершенно разный подход. И поэтому на нас не надо это. А как теперь? Как будто Бог теперь нас не слышит. Да откуда вы это взяли? Где? В каком каноне? Что там от нас отказались? Видит, говорит, приходящего волка. Бросает овец и идет. Не мы бросили-то. Канона против тех, которые, а я и архиерея не буду поминать, и ухожу в другое. Ну и сразу, двукратный собор, 15 правило. Мы ничего этого не делали. Он бросает нас. Овцы не виноваты. Из овец Бог взыщет. Но нас Бог так укрепил, что мы никуда не пошли. И даже вот в этом состоянии мы сидим на месте. Тот отрекся, ничего нет. А к этим нас не могут затолкать. А у Бога все вымерено. Вот я маленький пример говорю. 1986 год. Меня арестовывают. Изымают все. Я так работал. По 300% выработка была. Магнитофон 320 рублей. 320. А у меня заработок сторожа 72 рубля. Я покупаю 15 магнитофонов. Умножь теперь. Куда? Всю аппаратуру к ним. Все берут. И вдруг все изымается. Я только одно. Ну как, Господи, скажи мне. Тот, который обыскивает, приходит в тюрьму и говорит, а, отец, в прошлый раз тебе семинария была. Я молчу. А вот теперь тебе академия здесь. Вот и ответ пришел. Вы знаете, кто сказал Эльза Кох? Да уж как не знать-то. Кто знает, коротко, одним предложением. Это надзирательница. Надзирательница, садистка. Что она делала с заключенными-то? И в конце концов, ее сначала оправдали, потом опять посадили, она повесилась, якобы. И вот в тюрьме такая женщина, небольшого ростика, Эльза Кох. Как она обращается с людьми? И она выводит меня. Ведет по коридорам к следователю. Я только молюсь, нечего. Вдруг она говорит, а за что сидите? Я ей объясняю. А праздники, когда знают. А я заранее готовился, что арестуют, я все праздники заучил наизусть, на 20 лет вперед. Думаю, такой срок дадут, а где календаря мне не дадут. И все, заранее начал тиражировать, писать. И я ей сразу дал. Как будто купил душу ее. Она должна меня обыскать, когда иду назад. Она никогда меня не обыскивает. Я говорю, я взял, вот сейчас у следователя, чеснок принесли. Надежда Васильевна приготовила грецкий орех с медом от сердца. Да ничего. Эльза Кох. Ничего подобного. Она для меня как ангел-хранитель. Я говорю о том, что у нас обстановка сегодня такая, что должны благодарить Бога. А завтра будет другой. Вот этот епископ, который на территории Потеряевка находится, он только приехал, там западная какая Украина, с первого дня объявил нам войну. Даже вот мы сегодня перейдем, к нам отношение не может измениться. Они не то что люты, а дьявольски ненавидят все, что у нас есть. И лгут, и лгут непрерывно. И мы теперь говорим, ладно, садись на меня верхом, поехали. Вы все в умеете или нет? Вы все в самом деле. Это нам свободу Бог дал. Повторяю за патриарха, молитесь дома. Батюшка, пусть там он занимает частицу, тихо, мирно, хотя всегда вынимает за патриарха. Молодец. Нам отделяться не надо. Это наш патриарх. То есть российский патриарх. А вот теперь я стал внимательно смотреть. Меня арестовали, отняли. А в 86-м, ну буквально где-то в июле или где взорвалась это ГЭС Чернобыль. А у меня сразу мысль. Вы у меня взяли на сколько? На полмиллиона? А вас Господь накрыл сразу на 100 миллиардов. Я не хочу, я по неволе думаю, почему Писание так говорит. Там они грешили, сразу Бог дает. Вот читаем, в житве Василия Нового, Григорий, ученик, нашел пояс и никому не сказал, кто потерял поясок. Кто потерял? Денежку. Никто не подходит. Он завладел. На завтра. Теряет он в пояс, а пояс как трубочкой туда, ну, можно денег наложил, вместе с деньгами потерял. А ему Василий-то и говорит, ну, было у тебя такое, было. Так что у Бога все вымерено. Вот заметьте, 45-й год. Украина. Униаты. Ну, пусть они по-нуатски, нет, патриархии надо все всосать с себя. Отнимают храмы, а куда делаешь НКВД? Против, к стенке. Молятся. И, наконец, пришла расплата. Вот что сейчас Украина? Все назад возвращают, что посеяли, посеяли ветер, пожали бурю. Не надо играть с этим. Вы раскулаченных поносили. Им есть еще было на мерзный берег, их там всадили, и они там гибли. А вот теперь 4,5 миллиона в первые же месяцы войны пошли в плен. И из них больше половины дороги погибло, замерзло. Даже Гарди описал, фельдмаршал, и говорит, ну, хоть что-то могли дать-то. Нам рабочие нужны. Тысячами каждый день. А они невиновны. А вот они, которые голосовали, раскулачивать и прочее. У Бога все вымерено. И вот теперь эта кара пришла на них. А что им делать теперь? Ничего не делать. Мне каждый день в интернете, вы понимаете, что там делается? Мне не надо знать, что делать. Я знаю даже тайну. За что? Вы всех, зарубежную церковь, давайте, давайте, затаскивали. Затянули, а теперь это оторвали. Тысячи приходов одновременно, а не 362 зарубежных. И ничего нет. И кроме того, теперь уже подклятвы буквально. Попробуй, скажи, что ты в Московской патриархии. Подсудное дело. Там быстро сейчас новые законы принимают. Рта не раскроешь. Я прошу вас украинцам, говорю, только молитесь. И скажи, Господи, по делам наших отцов ты поступил с нами. До кого поминать? Вы сами решите, где были. Поминайте патриарха, там есть тихо и смирно. Поминайте, вы больше не будут ни в одном храме. Киево-Печерскую лавру, остальное отнимут. Трупами будут забивать двери, но пройдут. Это во времена и на Златоуста было. Во времена было Василия Великого. оскорбленного императора не запустили в храм. Ну, не запустили чего? Хорошо, вы узнаете меня. Я иду молиться, меня не запустили. Завтра впереди идут ОМОН, подряд рубят всех. 600 человек трупами в храме лежит. Пошли дальше. Все, теперь путь открыт. Я болтать, захожу, молюсь. Вот что сегодня делается. Это все было в истории. Надо хорошо историю знать. Кто ее не знает, рискует повторить то, что уже было. И когда будет собрание, это ничего не требовать. Только так. Мы находимся в самом благоприятном месте на вершине. Нам не надо ни туда, ни сюда. Мы свалимся. Не надо никаких поминаний. Про себя поминайте. Вслух нельзя. Они претендуют сразу на владычество над тобою. У нас поминают первоиерарха русского православного зарубежной церкви Лариона. И до сегодняшнего дня. Так уже сколько лет, как прошли. Когда ты был? В каком году? В шестом. В шестом? Ну и считай, в двадцать лет. В пятом. В пятом. В пятом. Потому что тринадцать лет. Тринадцать лет. Тринадцать лет и у нас никого нет и ничего. И нигде не написано такое, что если они там политиканствуют, а теперь Бог закрывает двери, вы не по ним. Нам как раз дан указ за чужим не пойдут, ибо голос его не знают обсе. И будьте внимательны. Ничего не говорите. Не повышайте голос. Я это сделал. Вот я вам сказал. Только с той целью, чтобы вы не были слепыми. Вам всем понятно? Да. Вот как мы жили до сегодняшнего дня, поминали, батюшка добавляет, Сергий, митрополит, я только радуюсь, Сергий, это говорит наш друг, это близкий. И даже скажет, это наш архиерей. Смело можно сказать, почему наш, по близости, по духу, по всему, что есть. Но мы не в патриархии. Я тогда выставляю, смотрите, вот говорят о нас, доктор Богословия Бачков, там другие, Андрей Кураев, все говорят об этом, они находятся в РПЦЗ. Вам-то зачем идти? В отдел юстиции я пошел, говорю, может перерегистрации нет, не надо. Мы РПЦЗ зарегистрированы, в краевом отделе юстиции, прошли уже три перерегистрации. И мы идем тем путем, которым пошел Антоний Храповицкий, Виталий подряд все. А это все до разрушения пошло. Они их втянули, а теперь ничего нет. А вот зарубежная церковь будет, нравственность поднимется. Чего она поднимется-то? Благовестия нет ни там, ни здесь. Ко мне неплохо там относились, когда я был в Синоде. Я сказал, вам понравилось? Я говорю, нет. И нигде не понравилось. В монастыре понравилось. А что понравилось? Мне запрашивали прямо. Молитва. Ночная молитва. Какие они монахи хорошие. Но плохо, что они идут на благовестие. А вы, я говорю, митрополит сидит здесь, епископ. А вы, я говорю, ничем не лучше московской патриархии. Вам хорош только тот, кто поносит ее. Ко мне сразу. Да вы что? Да как? Я говорю, ну вы спросили, я мог бы не отвечать. Я же уезжаю домой. А так они меня некоторые прямо возненавидели. Митрополит Виталий дает мне книги. Я говорю, у меня и брат есть в двух экземплярах. И в это время, которое у нее там секретарь, она где-то была. А я тут большие коробки запечатаю, много дает. А она зашла. А вы что тут делаете? А она против меня идет. Я говорю, молодыха. Она зашла к нему. Видимо, он сумел сказать ей. Забирайте, что больше тут не было. Ну я вниз, и оттуда, откуда меня повезут. Все привезли. То есть, к нам не благоволили везде, где мы показали, на первом месте любовь. И не надо стремиться к переменам. Вы знаете, один человек, сказал один, нам нужны великие там перемены. А нам нужна великая Россия. Столыпин. Столыпин. Петр Аркадьевич. Нам нужна тишина и работа. Чтобы все благовествовали и не молчали. Вот о чем я хотел предупредить вас. Ну что сказал. А все крестово нужно великие потрясения. Можно ли? Нет, это карлокарф.